Добрый день, дорогие друзья! Желаю вам хорошего воскресенья, хорошего самочувствия, хорошего настроения вам и вашим близким, чтобы всё у вас складывалось самым наилучшим образом. Сегодня тема будет, может быть, не самая хайповая, но, знаете, она очень чётко показывает грызню в элитах, очень чётко показывает, что те вещи, о которых мы говорим уже довольно продолжительное время, мы всё говорили правильно. Вот Низыгр пишет. Даёт право претендовать на духовное некое лидерство нашей власти в том числе. К удивлению светской власти оказалось, что епископат весьма слабо контролирует православную паству. То есть власть-то наши чиновники как привыкли. Они приказывают, все выполняют, приказывают, выполняют. Но в церкви это так не работает. В церкви, например, патриарх — это не глава церкви. Глава церкви по всем правилам и канонам — это Христос. И если совесть человека говорит что-то противное тому, что говорит патриарх или даже священник, то человек волен поступать так, как велит ему совесть. То есть здесь вот так по щелчку пальцев невозможно людьми управлять, как хотят чиновники. Чиновники у нас хотят, чтобы все общество управлялось так же легко, как стадо баранов или как какая-то силовая структура, где все подчинено жесткой иерархии. Значит, не секрет, что претензии в первую очередь были предъявлены патриарху Кириллу. Но здесь как бы ничего удивительного, здесь все понятно. После чего последовала кристаллизация консервативных модернистов и традиционалистов, по сути ставших альтернативой курсу Кирилла, что само по себе серьезно ослабило внутренний организм церковной структуры. То есть церковь долгое время, еще раз, была опорой режима. Сейчас режим видит, что, опа, оказывается церковь-то не такой хороший партнер, в частности патриарх Кирилл, не такой хороший партнер. С ним бывают проблемы. Он не может заставить всех сидеть по домам, тихонечко пережидать карантин, чтобы все были довольны. Нет, так не получается. Наоборот, очень много было по всей стране возмущений на тему того, что как это так, Пасха, а мы должны сидеть дома. Люди недовольны, люди жалуются, люди возмущаются. А недовольство, которое может вылиться в протестное голосование, вообще в политизацию общества, это то, чего ни в коем случае не хочет администрация президента. Я еще раз напоминаю, друзья, у нас 13 сентября, это единый день голосования, это выборы губернаторов, региональных депутатов, местных депутатов. Так вот сейчас по всей стране они стараются уменьшить явку. Вы не увидите объявлений, вы не увидите плакатов, реклама по телевидению, реклама в интернете. Вот проголосования по поправкам в конституцию кричали на всех углах, приходите, приходите. А вот на такие маленькие голосования они боятся, что люди соберутся и пойдут, за кого-то проголосуют против этой единой России. Призываю, вы пойдите, всех оповестите и по возможности станьте на выборах наблюдателями. Так вот, если Кирилл не удовлетворяет требования правительства, значит в церкви стали находиться другие епископы, архиепископы, митрополиты, священники, которые стали новым центром силы. То есть в церкви образуется такой бюрократический раскол. Вслед за этим последовал куда более значимый конфликт. Государства и госкорпорации по сути отказали в финансовой помощи патриарху в условиях катастрофического падения доходов РПЦ. То есть в храмы же у нас тоже было ограничено посещение, нежелательно было ходить в храмы. Всем же сказали сидеть по домам, люди сидят по домам, в храм не идут, свечки не покупают, молебны не заказывают, денег нет. На что жить священникам? Патриарх сказал, ну давайте хотя бы вот эти минимальные доходы, минимальные выплаты, которые вы делаете всем, давайте священники тоже их получат. Правительство в этом отказало, типа разбирайтесь сами как хотите. Все, деньги это больной вопрос для всех, конечно же, конечно. И вот на днях патриарх Кирилл в сторону администрации президента допустил просто очень жесткие высказывания. Несколько цитат. У них там было заседание, посвященное ситуации на Соловках. Уважаемый Михаил Ефремович, обращаясь, это патриарх обращается к Фрадкову, который был у нас когда-то даже премьер-министром. Мы все здесь не ради фонда, а ради церкви. Посмотрите ради чего? Ради монастыря. Церковь не может играть Михаил Ефремович вторую роль. Поэтому я попросил, чтобы на уровне такого совещания, без выхода на более высокие уровни, мы бы договорились о том, что все должно происходить с учетом в первую очередь мнения церкви. Ведь он, что значит без выхода на более высокие уровни, он угрожает, что если ты сейчас со мной не будешь договариваться с должным уважением, я к Путину пойду. Выход на более высокий уровень это пойти к Путину. Полагаю, что в данном соглашении следует урегулировать следующие вопросы взаимодействия церкви и фонда, порядок направления предложений в иной информации в адрес президента РФ, председателя правительства РФ, федеральных министерств и агентств. Поверьте, у патриарха всегда есть возможность задать какие-то вопросы, в том числе и в тех инстанциях, куда направляются просьбы со стороны фонда или других организаций. Поэтому лучше это делать сообща. Понимаете, да? Это все угроза. Вы что тут думаете без нас что-то решать? Вы тут что думаете, что мнение церкви будет на втором месте? Мы тогда вам тут устроим. Давайте лучше договоримся по-хорошему. Это он угрожает бывшему премьеру, который со стороны государства руководит вот этими соловками. Там для управления создан специальный фонд. И чиновники хотят церковь поставить на второе место. А патриарх говорит, нет. В общем, у них началась грызня. Что за грызня? Почему грызня? Как это так? Столб государства. Там еще несколько цитат в таком же духе, довольно показательных. Я вам не буду все зачитывать. Экономим время. Друзья, что это такое? У них не хватает денег. У них не хватает ресурсов. Они все нервничают. У них не получается сохранять стабильность в стране. Они теряют контроль над обществом. Они теряют контроль над умами. Если хотите, над душами. Люди недовольны. Люди недовольны. Правительство хочет церковь приструнить. Читайте проповеди такие, как мы вам укажем. Рассказывайте все, как надо. Что-то вы плохо агитируете за единую Россию. В таком духе. А в церкви так не получается. Они так не могут делать. Да и вот эти... Но это же не вся церковь. Определенные церковные круги, кто в связке с государством, которые живут исключительно в логике бабла. Они же не знают, чем дышит простой народ. Они не умеют с ними разговаривать. И эта система рассыпается. Мы много говорили о том, что олигархи начнут бодаться с государством. Сейчас начинается кризис. И откуда-то нужно взять деньги, чтобы людям подачек дать. Нельзя же постоянно пить из людей кровь и верить, что все будет тихо, спокойно. Никаких бунтов. Вот уже Хабаровск. Уже Черемзан в Сибири. Уже Куштау. И таких мест будет все больше. Поверьте, друзья, мы полгода говорили, что они будут, и вот они появляются. Точки недовольства. Их будет и будет все больше. В Москве мы договорились, мы будем гулять по Пушкинской площади каждую субботу в 2 часа. Каждую субботу. Хотите пообщаться? Хотите посмотреть, сколько нас? Хотите показать властям то, что мы есть? Пожалуйста, приходите. В субботу покормить голубей, полюбоваться на памятнике, пообщаться между собой. Пожалуйста. Это захлестывает всю страну. Государство попытается отжать какие-то олигархические предприятия. И эти деньги можно будет потратить на яхты, на виллы, на особняки. И что-то кинуть народу, как кость, чтобы народ немножко успокоился. Построить несколько школ, поликлиник, и люди уже успокоятся. Пожалуйста, как в Хабаровске. Только люди стали бузатерить, сразу им стали, опа, миллиард. Опа, еще 15 миллиардов, там, насколько я помню, там на 10 и 12 или 15, какая-то такая цифра называлась. То, что там по каким-то инвестпрограммам поступит еще много денег. Люди недовольны, людям надо что-то дать. Вот так они работают. Но ресурсов на все не хватает. И они не знают, что делать. У них паника. Государство, как система, которая должна заниматься управлением, она сыпется. Сейчас чиновники занимаются совершенно другими вещами. Они думают, кто станет преемником Путина. Где взять денег, чтобы накормить народ? Может быть, какого-то олигарха обобрать? Там клановые столкновения, будь здоров, сливают компромат друг на друга постоянно. Я не успеваю вообще обо всем рассказывать. Информации очень много сейчас в тех же телеграм-каналах. Далее, интересный момент. Это церковь, которая вроде как должна быть одним из рупоров такой пропаганды. В каком-то смысле, в хорошем слове пропаганда. Которая должна поддерживать стабильность. У нее не получается. Они не знают, что с этим делать. Они пытаются как-то давить на церковь. Типа, плохо работаете. А они не умеют работать по-другому. Они не знают, как успокаивать людей. Соловьев, Владимир Рудольфович Соловьев, переходит на YouTube. YouTube. Очень много начал работать на YouTube. Ходят слухи о том, что его собираются прогнать с телевидения. Останется работать только в YouTube. А на телевизор пригласят каких-то новых деятелей, новых журналистов. Чтобы народ уже не бесит так сильно, как Соловьев бесит. Система сыпется, ребята. Мы присутствуем в исторические моменты. Историческая эпоха меняется на наших глазах. То государство, которое мы знали, которое существовало, вот эта система строилась 20 лет. Сейчас оно демонтирует само себя. Оно самоуничтожается. Оно рушит свои договоренности с олигархами. Потому что денег на всех не хватает. Рушит договоренности с церковью. Тут тоже видите и финансовый вопрос. И просто то, что они 20 лет не занимались нормальной работой с обществом. И вот, пожалуйста, общество говорит, а нам плевать, что вы там рассказываете. Вы говорите, надо сидеть дома на Пасху, а мы все равно пойдем. А если и не пойдем, то будем очень недовольны. И просто так это все не оставим. Такая вот ситуация, друзья, очень интересная. Напряжение нарастает. В любой момент мы увидим, услышим о том, что за прошедшую неделю 20 представителей высших эшелонов власти перебралось в Европу по-тихому. Забрав свои денежки. Разогнав прислугу в московских особняках своих и так далее. Вот это вполне может произойти прям в любой момент. Просто в любой момент. Наш вклад тоже в это есть. Поэтому вместе мы силы, друзья. Нам надо держаться вместе. Спасибо за просмотр. Лайки, репосты, комментарии. Всех благ. Хорошего воскресенья, хорошей недели. Скоро уже у нас, через недельку у нас сентябрь. Дети пойдут в школы. Пока что. Вчера встретил одну из бывших учениц в супермаркете. Я говорю, ну что, что там? У них же есть чаты, в которых они общаются между собой. Родители, дети. У всех почему-то такое ощущение, что две недельки они поучатся, а потом сядут на карантин опять. Посмотрим. До новых встреч. Пока.